Моя волосатая жуткая нога Здесь след свой оставит навеки Я третью неделю не ем и не пью Меня одарила апатия Я волосом буйным зарос, как верблюд И уши мои замахнатились Но нет, я ломился сквозь депри не зря Мой нюх поострей, чем волка Лохматая в хищных колечках ноздря Унюхала запах поселка Ну вот я пошел исследовать залом непонятный Думал, что здесь протока от него отходит Оказывается, это тупик И там на горизонте обнаружился промежуточный финиш номер один Ну и заодно сразу померяю глубину Вот мой корабль пришвартован Ну, как бы страхую, смотрю В крайнем случае поплывет на меня Вроде так, проверяю Японские карабинчики эти Ну, уже один карабинчик лопнул То есть еще раз подтвердив Абсолютную ненадежность Всяких резинок, класс масок Лучше металла ничего нет Особенно на морской воде, тем более Ну и на речной Выскочил карабинчик, бляха Ну, как бы, ну, он дополнительный был Но все равно неприятно Ну, как бы тест на то и тест Что потом в боевой обстановке уже Ну, вот я буду пытаться, да, вот в эту дырку Либо мне пойти в нее Тут не сильное течение Значит, очень глубоко Ну, классический, может, так, с метр А там сливчик, яма Типа той, в которой я рыб снимал Ну, вопрос, что дальше За поворотом опять ни хрена не видно А что там за поворотом То есть яма это хорошо А вот дальше-то что А дальше у нас получаются Эти вот свежие принесенные деревья Опять зеленые Очень интересно получается При этом Вот это тоже остров там Балатинов То есть я на берег не вылезу Тут их просто навалил от души Гектарами прям Ага Ну, а здесь вообще спокойная вода Значит, под моим берегом Ну, он торчит Херовина Идти можно под моим берегом Вон там коряга Так, между ними можно пройти, интересно Скорость набирает Лодка тяжелая С балластом набирает скорость Ее тяжело остановить просто Ее начинает сразу разворачивать Ага, вон она, палка Ну, вот что я не люблю Вон она Под водой Видно, да не одна Даже двойная Ну, короче, это мне надо Вот от той палки Сразу сюда И вот у нее торчат сучки Как раз Можно, конечно, ее обойти там По большой воде Но все равно Надо подгребать под мой берег Потому что под тем берегом А, и вот крутейший поворот В общем, сейчас я сюда подгребаю А там пойду потом смотреть Вон тут вот Тоже видно коряга Я ее не пройду Ее можно либо под тем пройти Не понять, куда под нее Вообще выносит С той стороны вливается речка А, ну вот она и вливается Сбоку А может ниже И резкий поворот Там с поворотами Тоже непонятно Потому что если получится Заломы с двух сторон И варианта прохода нет То придется, конечно, идти в лес Все собирать Но неохота Ну, посмотрим Потому что Через заломы и не протащишь Я что-то вступил Надо было взять хоть метров пять Капрону Я что-то не взял Зыбучий песок Вот моя волосатая нога Оставила след Вот сколько народу тут потонуло Надо проходить быстро Вот еще вода Лиса ходила Но она легкая Не собака Лисий след И больше ничего Короче, маршрут намечен Ну Практически как цирковой номер опять Три Нужно взаимосвязанных действия выполнить Причем, насколько они будут Удачные, сказать, сложные Нет, я все-таки не буду рисковать Пройти рядом с заломом Вот между двумя этими деревьями Прям по бурунам Потому что там глубже А иначе меня просто Пузатерка Это Ну тут тоже по колено где-то Ну просто резкий спад И уход под тот берег А мне надо сейчас под правый берег Я честно говоря Не знаю, насколько я циркач Ну в принципе В крайнем случае Потом пройти вон то дерево поваленное И за ним поворот Выход на берег Потому что дальше там лежит поперек Но какие ужасы Вон в той протоке Вон в той протоке Там вообще Залом Если видно Ну что лишний раз подтверждает Интуиция присутствует Как бы И берег там выше Как ни странно То есть Там просто по другому берегу Вообще не обнести Он высокий Отвесный Практически И под ним глубоко очень В общем попал я Вроде как мост рядом Люди ходят Но До него еще добраться надо Еще Приключений будет До хрена Горы слева Горы справа Посередине Тимиртау Посередине Домик старый Посередине Я с гитарой Где-то сбоку Люди ходят Что-то ищут И находят Я ж сижу Посередине Словно мышь В пустой корзине Ой блядь Хьюстон Че У нас проблемы Вау Фу Ну Короче говоря Цирковой номер Практически удался Даже с импровизациями Фу Сейчас Отдышусь Вот это Вот это Последствия Неудачного выхода Я вот Затишок должен был Зайти Но не хватило Мне силы грибка Сильно я взял И понесло меня Вот практически На основное И вот на эту Вот корягу Я просто Там 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 их две Я просто Не рискнул Продолжать действовать Тем более Дальше я не вижу Что там дальше Там еще что-то Поперек Но она просто Мне не дает Такой возможности Маневрировать Поскольку Лодка-то Груженная С балластом Я еще раз говорю То есть Как бы Имитируется Сплав Если бы он был Один Какой-то Такой Хотя все равно Ну и вот Я еще воды набрал Когда Покидал Как-то вроде Не глубоко А Одну ногу Вынул И лодку волной Раз И перевернуло На бок То есть Ебка Она по диагонали Стояла Центровка Поменялась Ну вот Герма там Держит А вот этот Мешок Герма Для жратвы Адреналину Конечно Песец И вынесло Меня я Прямо на палку Хорошо Но она Без сучков Ради было Руками за нее Оттолкнулся Потому что веслом Близко очень Не получалось В общем Три Трое ворот Я прошел Правда Одни и снес Можно сказать И вот Просто Не чувствую я То есть Разворачивает ее Куда ее управление То есть Я конечно Курс пытаюсь Выдерживать Но как только Вот На длинную волну Попал Вот на такую Подобную Это все Тут она уже Своломит А расстояние Вот Притирочку Чувствую Я сейчас Буду обносить Вон по тихой Воде Наверное Сейчас Мы это все Выльем Вот Вещь Непредусмотренная Конструкция Но я Японцев Попросил Сделать Все Такие Имея Ввиду Такие Ситуации Нештатные Литров 80 Весь Мой Вес Короче Дальше Непредусмотренная Непредусмотренная Весна сюда удочки крепить они не смогли у меня вот два кранца удочки другого порта пока делать не стал как бы там другие задумки и они гораздо легче чем пластиковые жалкие такие пластиковые как бы прагматичнее вес играет роль каждый 100 грамм это чё там еще есть да сейчас придется и чуть полегче будет хоть килограмм тридцать будет я ему же подниму там еще ее вес от души блях это вам не море бляха это река горная оставайтесь со мной мы продолжаем героическое драматическое путешествие всего лишь надо проехать 12 остановок на автобусе для того чтобы получить такую пачку адреса линолина номер не скажу ну другие то живет знают кто не знает спросит у меня возможно даже кое-кто захочет сюда приехать до поучиться вот сплав обращайтесь компании все-таки веселее безопаснее в этом сезоне с вами юрий